сегодня хотел бы рассказать вам про одну очень интересную монету очень русская монета речь пойдет о монете с двойным номиналом 3 рубля 20 злотых здравствуйте зрители канала заметки нумизмата сегодня хотел бы рассказать вам про одну очень интересную монету с необычным номиналом и тем не менее несмотря на всю необычность это очень русская монета и во многом отражает и исторические особенности середины 19 века и многовековые устремления россии в европу речь пойдет о монете с двойным номиналом 3 рубля 20 злотых а в чем же такая особенность мы знаем что действительно для больше делались при николае первом монеты с двойным номиналом от касалась и рублей и мелких монет делайся золотые в данном случае 320 причем читал я много разных вариантов об их происхождении в частности встречался такой что пытались просто перевести злотые привычные для населения царства польского в русские варианты денег и вот если 10 злотых примерно соответствовали полутора рублям что и было зафиксировано на монете с двойным номиналом полтора рубля 10 злотых то 20 злотых естественно равнялись трём рублям якобы номиналу странному но на монете появившемуся но скорее всего такие басни являются как раз отражением незнания предмета по-настоящему мы с вами уже предыдущих выпуска говорили о том что русский червонец или червонные начиная с петра первого примерно равнялся трем рублям хоть и не был напрямую номинированной монеты на нем просто не писался номинал червонец и параллельно ходили также червонцы червонные дукаты формально оцененные как три злотых рубля но вот при николае первом уже все точки над и как говорится были расставлены и мы с вами знаем о появлении новых русских червонцев платиновых трехрублевиков как раз появившихся в конце двадцатых годов и благополучно выпускавшихся аж до 1846 года три рубля официально теперь уже действительно номинал русских червонцев хотя не забываем что параллельно все равно продолжали чеканить дукаты и они также продолжали ходить по миру как полуофициальная русская подделка и вот этот как раз правильный номинал червонца три рубля и утвердили для новых подданных русского государя подданных польских хотя каких новых больше была присоединена к россии в ходе кампании еще времен елизаветы петровны екатерины второй затем окончательно вошла в состав россии по итогам наполеоновских войн так что уже даже не одно а два-три поколения поляков были подданными русского государя и некоторые игры в демократию в том числе с использованием их номинала окажутся несколько странными тем не менее они были и вот действительно русский червонец трех рублевик оказался примерно равен польским условным золотым 20 злотым так и появился параллельно с червонцем платиновым червонец золотой но использовався для больше тиражи правда были конечно не огромными и больше использовались целью престижа и указания при надежности польши теперь к российскому государству сохранилось таких момент очень немного они являются довольно большой нумизматической ценностью которая к тому же увеличена наплывом уже в наши дни гигантскую количество качественных подделок которые мало отличимы от оригинала и фактически во многом убили интерес к этим монетам так как нумизматы не имеющие возможности проконсультироваться специалистами просто боятся приобретать монеты 320 опасаясь подделок ну и напомню также что монета это выполнено в девятьсот семнадцатой пробе то есть пробе соверенов на которую россия пришла вместе с британией при александре первом и весит такая монета 3,92 грамма также весили появившиеся уже после окончательной отмены червонцем дукатов то есть 1869 году русские трехрублевые монеты которые также пускались 1869 по 1885 год именно в 1885 году мы можем поставить точку над истории русского червонца дальше вращение уже используясь в основном монеты десятичной системы империал 10 рублей и пол империал но небольшой кусочек истории червонца это том числе история монеты три двадцать который чеканил с 1834 по 1841 год как петербурге так и варшаве хотя варшавские экземпляры уж совсем редки сегодня представлен вам экземпляр подлинный 1835 года в очень хорошем состоянии немножечко в тене хотя кто-то скажет в грязи но грязь мы это решили не убирать оставив монету в том виде в котором она в коллекции задержалась спасибо вам за внимание про другие интересные монеты поговорим в других выпусках всего хорошего